Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! С Вами вновь Елена. Сегодня у меня очень вкусные, домашние, пышные оладья. Если Вам интересно, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Друзья, оладья я сегодня буду готовить без яиц. Рецепт простой, несложный. Получаются оладья очень вкусные, нежные, пышные. Так что, если Вам интересно, готовьте вместе со мной. Итак, для приготовления вкусных, пышных оладьев без яиц нам с Вами понадобится кефир. Кефир на самом деле должен быть комнатной температуры. Так что, если Вы соберетесь из печь оладушки приготовить, то заранее достаньте кефир из холодильника. Пусть он у Вас постоит, как говорится, немножко. Пусть остынет до комнатной температуры. И только после этого мы с Вами будем заводить тесто. Итак, я взяла кефир. Все ингредиенты для приготовления таких оладушек будут у меня под видео в инфобоксе. Так что, смотрите, я взяла, значит, кефир, добавляю сюда соду, добавляю сюда к соде сахар и соль по вкусу. Все хорошенько взбиваю венчиком. Обратите внимание, как быстро у нас с Вами кефир начинает реакцию вместе с содой. Пышет, пузырится и искрится. Так, добавила. Далее, значит, я добавляю сюда растительное масло. Опять перемешиваю. И начинаю постепенно добавлять, вводить муку. И при этом сразу же перемешиваю все венчиком. У нас с Вами должно тесто получиться, как густая-густая сметана. Как говорится, ни больше, ни меньше по консистенции. Вот как густая сметана. Хорошенько все это взбиваем венчиком. Можно в них, все равно я как-то привыкла к венчику. Вот у нас с Вами тесто уже почти готово. Еще раз повторю, готовится тесто очень-очень быстро, а оладьи получаются до того пышные. Иногда хозяюшки думают, что если вдруг яиц нет в холодильнике, то и оладьушки не получатся. Напротив, очень даже получатся и будут пышные и очень вкусные. Так вот, друзья, смотрите. Тесто у меня получилось отличное. Сейчас я Вам покажу по консистенции. Смотрите. Вот так. Как густая сметана. Вот этого будет достаточно. Короче говоря, на один стакан кефира должно уйти примерно 100 грамм муки. Но все-таки все зависит еще и от муки и от кефира. Если у Вас кефир жидкий, то и муки, конечно, Вы должны положить немножко больше, чем 100 грамм. Я здесь делаю на две порции сразу. Вот, тесто у меня готово. Сейчас я дам тесту постоять немножко, как говорится. Ну, пусть минут 10-15 у меня постоит. Отдохнет от моих рук. И только после этого я начну жарить вкусные пышные оладушки. Оставайтесь со мной. Не переключайтесь. Будет очень вкусно и интересно. Жарим оладья на хорошо раскаленной сковороде на растительном масле. Берем по одной столовой ложке теста и отправляем на сковороду. Жарим оладья при закрытой крышке. Как только оладушки прожарились с одной стороны, переворачиваем на другую сторону. И опять прикрываем крышкой. Жарим вторую сторону до готовности, до румяно-золотистого цвета. Готовые оладушки убираем на тарелочку. Вы только посмотрите, какие они получились пышные и красивые, румяные. И всё это у нас с вами приготовлено без яиц. Посмотрите, какая красота! Ну вот и всё, дорогие друзья. Очень вкусные, пышные оладья без яиц готовы! Всем желаю приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Кстати, хочу вам показать, как наши оладья выглядят внутри. Смотрите, я вот сейчас разломила, пропеклись, очень пышные, тесто вкусное и нежное. Всем желаю хорошего дня, приятных выходных и всего самого доброго! С вами была ваша Елена. Удачи! Завтра вновь увидимся. Пока-пока!